Всем добра и блага! Никуда не спешим! Медитация такая система, где спешить противопоказано Сегодня смотрю одного писателя видео Он говорит там о кайласе и левосторонней и правосторонней свастике И вот то, что левосторонняя свастик направлена на разрушение Причем это разрушение как бы оно даже не простое Вот даже то, что здесь эти устроили химтрейлы, СЭПИТ какие-то устроили войные действия какая-то чипизация это тоже разрушение Но мало того, что оно разрушение, приводящее к упорядоченности упорядоченности на их уровне То есть это не просто там все стереть, уничтожить Нет! У этого есть мотив какой-то Я так вижу, что мотив мстить То есть вот то, что я как бы вижу оппозиционной силой это обезьяна дьявола, который противостоит Богу Она мстит ему Ну, за что мстит? Я там уже никак бы не вдавался Там можно, конечно, рассуждать Но вообще сама по себе месть как в брахмане То есть если есть месть Ну, есть любовь Они говорят Мы это видим Как сама жизнь Любовь Да, что то солнце дает жизнь Это растение Тоже любовь А здесь они Мотив мстить И заметьте, что Даже у ребенка есть Раз у него есть память То какая-то ситуация Где он Ну, его эго включается Ребенок может отомстить А это уже ребенок А уже там Когда повзрослеет Значит, уже там Школа 15-16 лет Они уже могут и гадить Специально Им понравилось То есть из этой же Как бы мести Внутренней Кому он там мстит? Там родителям Себе Или эго Или что у него вылезет Само явление Он мстит Запомнил какой-то Если там Кто-то гадость сделал Он мстит А то он может гадить Потом и сам по себе Понравилось Почему? Левосторонняя свастика То есть само по себе Явление разрушения Она упорядовывается В эту отрицательную мерность Которую приводит Именно К тому, что А ничего там Сейчас вот допустим Месть Она же связана И с возмездием Какой интересный парадокс Что возмездие Допустим Оно тоже работает По-своему Вы даже в элементе кармы Одно дело возмездие А другое дело Месть Что ты эго подключил А вот такой интересный момент В плане того Что А я как бы стал рассуждать А что этому как явлению Я могу противопоставить И опять вижу Что демаркация Если я допустим Как бы Эту энергетику Накопил Внутри себя То Как даже Калагий пишет В Калагии есть методика Что Если вы В своем внутреннем Накопили Гравитацию Миролюбия Миролюбивости Как энергия То уже Говорит враг Он Впадая в ваш Скажем Попадая в круг Ауры Или энергетики Вашего поля Там Сколько там Некоторых полей Там 20 метров И 30 там Святые были Враг Не может Говорит Проявить Говорит Эти качества Своих Агрессивность По отношению К вам Замечательные Я прочитал В Калагии То есть Я там Помедитировал Знаешь Это замечательные Качества Особенно При нашем Так сказать Этой ситуации Которую сейчас Там один Что-то агрессивно Оскорбляет Другой Что-то нападает С ножом И так далее А групповые Медитации И приводят К тому Что 10 процентов 15 30 40 Раз мы накопили Уже там Пирамидальность Этой гравитации Ну усиление Этой энергии Я обычно Ну я предчувствую Какая-то агрессия Это же Захожу Какой-то в магазин Там И смотрю Поле какое-то Напряженное Я уже сразу Как бы там Если Если вижу Там развитие Каких-то событий Негативных Я их избегаю Не вступая Там в дискуссии Это тоже Нужно уметь Упражнение Шаг назад Потому что Некоторые По инерции Пошли Что-то спорить Там Они может И слово Какое-то Сказать Грубое А уже Вибрация Не та Пошла Уже Это же Так сказать Ситуация Она Вытекает Из Мудрой Хитрости Есть Добрая Хитрость Я вам говорил То есть Даже я Вот сейчас Представляю Что надо Детей Уже Этой Мудрой Хитрости Обучать То есть Уже Видишь Что Человек Может быть Физически Не слишком Сильный Энергетикой Давить Изучать Это Психологическое Айкидо А давай Ты так Пошутишь А тут Нужно Сделать Это Избежать Ситуации А если Человек Начинает Тебя Провоцировать А почему Ты должен Провоцироваться Он Может По статусу Намного Ниже Тебя Кстати Статус Это Очень Серьезная Вопрос Даже По отношению К этой Английской Королеве Британской Они же Наработали Как-то В геноме Элемент Статуса Что Почему-то Там Даже Британская Королева Нанимала Пиратов Заключала С ними Контракт Чтобы Они Какие-то Сценарии Обслуживали Это Все В истории Есть Пожалуйста И возили И Наркотики Возили Туда Сюда И в Китай Там Влезли С продажи Наркотиков И везде Эта Паутина Присутствует Я когда стал Медитировать И вижу Они Наработали Столетиями Как правильно Обмануть Глупых Поселений Какое-то Население Как Перехитрить А Жестоко Расстрелять Уничтожить Колонизация Тоже Уничтожение Людей И Вот Эти Самые Основные Вопросы И нужно Изучать Корневой Разжевывать То есть Ветер Которые Зачем же тогда ты, если ты не так отвечаешь? Зачем же тогда ты озвучиваешь видео, что СССР юридически находится там, действующий? Понимаете? И тем самым я вижу, что Федоров, он просто-напросто как бы жонглирует. Жонглирует этими бумажками. В Шроте какая-то бумажка есть там, а действует вот та. А если СССР в юридической, значит, тут любой человек скажет, ну, позвольте, обтагаяся юридикция СССР, вы должны расстреливать этих предателей по 64-й статье. Вы же этого не делаете. Я сейчас этому Федорову с ним на равных поговорить уже, зайти к нему в статусе кого-нибудь. Премьер-министра, вот я там захожу в свою альтернативную реальность и говорю, слушай, Федоров, ты что имеешь в виду-то? К чему дальше какие ходы? Ты хочешь, как бы, включаешь 64-ю статью? Если он говорит, да, тогда все однозначно, давай стреляй. Назначать его там контролирующим эти расстрельные команды. Опять-таки, для меня тут все понятно. То есть, я сделал там два-три хода и понял, что там еще, вот в этом сюжете СССР, СССР там и Федоров, это может быть обманка. То есть, сама матрица, она в это играет. Она смотрит, как я отреагирую, как другие отреагируют, что из этого получится? Куда там вдруг, там какой-то человек там выйдет с плакатом, там на площади будет кричать, мы там СССР, ну и что дальше, что? А хитрость эта британская заключается в том, что вот, значит, аналитики говорят, да, говорит, у вас, говорит, Россия, говорит, она даже не имеет технологии и оборудования нужного для добычи нефти. И поэтому он там заключает договора там с этими Рокфеллера там или эти самые МВФ, для того, чтобы эти компании поставляли оборудование, а сами даже оборудование там, они на чипе там, каком-то компьютерном, что контролируют со спутника. То есть, оболочки программы даже нет. То есть, этот, как его, Медведев-то, я ему спрашивал там, я писал, говорит, что же, ни компьютеров у вас отечественных нет, ни этих, ни оболочек типа Windows. Даже этого, говорю, не сделали. Ну, они там какую-то отписку опять, что вот, там какие-то компьютеры вроде есть, оболочки типа, зачем нам они и так, мол, пожалуйста, в свободном доступе. Ну, то есть, не понимаешь, где же автономность? Это автономность. В общем, опять, это матрица морочит мозг. На сегодняшний момент я вообще наблюдаю это жонглирование лозунгами там, это Бастрыкин, какие-то лозунги там, значит, эти самые какие-то еще мусульманские эти там у них лозунги, что вот ни кап там не носитель, носить его не поймут, короче. Это несущественные вещи. Народ не понимает, что это просто жонглирование информации. Может быть, так, а может быть, едок. А почему? Они на третьем круге. Народ сам, он, население, на третьем круге. Он много бегает по этому кругу выживаемости и даже не видит второй круг альфа-лидеров, которые ему эти программы подсовывают. У него нет, как бы, нет того же третьего глаза, чтобы это увидеть, что тебе программу присунули. Отбрось ее. Уж не говоря там о уровне архетипа, что архетип, они вообще не знают, что это такое. Чтобы человек в простом объяснить, что архетип это. Я думаю, там, ну, процентов 10-15 смогут вообще вот из этого населения понять, как устроен архетип. И в чем его смысл. Ну да ладно. Я вообще, как бы, у меня формула такая, что если все есть программа, а Кришна обладает абсолютизирующей программой, а, допустим, декодировка самой программы, там, ну, раз, два, три какие-то, два, три хода, и мы, как бы, эти ходы знаем на формировании рисунка времени плюс включение архетипа соответствующего, то сама ситуация будет выстраиваться чудесным образом туда, куда надо. Левосторонняя свастика здесь, в этой программе, будет заключаться в том, что мы можем наблюдать, что много программ разрушительных. Кто-то там покончил жизнь самоубийством, там один что-то упал там с восьмого этажа, на самокате кто-то кого-то насмерть сбил, машина сбила, поезд сошел с рельсов, да-да-да, и все это, значит, спецоперации и так далее. То есть, та часть матрицы, которой третий круг, она здесь и будет сыпаться, потому что альфа-лидеры, в принципе, ну, там, в большинстве, они подстрахованы. И вот если мы просто так же займем определенную позицию опять в матрице, я не говорю, что там даже с ними там спорить, что-то там доказывать этим альфа-лидерам, в матрице забить вторую позицию у нас, второй круг, свой орбитальный, она уже как орбиталь будет давить, плюс демаркация, то есть давить на программное обеспечение этих там подонков, сатанистов, извращенцев, что они будут уничтожаться. И я говорил по Китаю, говорю, в Китае, чтобы там его экспансивно тормознуть, это какие-то стихийные бедствия серьезные. Вот сегодня там новость, что у них прорвало какую-то плотину, и вода пошла на 7-миллионный город. Это серьезная как бы для Китая проблема. Тут тоже пошло подтопление, это надо опять там спасать, что-то выкачивать, прекращать производство и т.д. То есть там очень много надстроек пошло на это, на МЧС их. Уже там они в какую-то там другую дырку не полезут. Будут говорить, Россия будет и говорить, и Украине, давайте мириться там, товарищи. Я Китай, кстати, уже там в новостях есть, что Китай готов выступить там посредником договоренности между Украиной и Россией. Тоже такой хороший знак. Потому что все эти военные действия, если ты возня там и в Сирии и так далее, она отражается в планетарном масштабе, в том числе и на активность этой ноосферы. Ноосфера по-хорошему нужно сидеть, когда такие там включения, что-то солнце там лупит эти, потом шума на чувствительность повышается, нужно сидеть тихо и прислушиваться, что вообще в космосе происходит, что там ее вообще, что за мутации-то прет. А они, значит, впадают в экстремальной ситуации. Под этим, так сказать, сумасшествие все выше и выше. Плюс эти, говорю, с геномом, что-то они там хотят эти вакцины и сыпят самолетов. С самолетами, пока, я говорю, с химтрейлами, я не вышел на ядро. Хоть я там и много там и Сверидова заряжал вопросами, и этого девятого даже вопрос там задавал ему ВКонтакте. Молчат. Почему-то как бы та карма, которая есть над человечеством, она пока не решается в плане обнуления химтрейлов. То есть, кому-то это кармически выгодно, эту заразу сыпать. Это, конечно, большая проблема. На сегодня все. Настроение вам передал. Размышляйте, медитируйте. Продвигаемся дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...